Все, что осталось от щитка переднего и крыла, пришлось подрезать крыло переднее, чтобы у нас стала защита Кстати, владельцев Кавасаки, проблема вот этой вот заводской хомутики, я так понимаю, с завода, который шел Я в горах заметил, что у меня шланг, кстати, защиты как раз не было Заметил, что шланг вот этот сползает, нагревается и сползает я уху, так туда-обратно, он не потекал, ничего И вот прямо вот здесь вот видно, камера не фокусирует, вот здесь вот этот датчик чуть-чуть потерло Потому что оно упирается в эту раму, если бы не было датчика, я думаю, она бы вообще соскользнула Вот, я вот сейчас думаю, этот хомут сдерну сюда, а сюда поставлю червячный, ну, чтобы антифриз не сливать Ну что, защита у нас практически уже установлена, снял вот эти лопухи, потому что обратил внимание, когда ездишь в горах Вот это все во льду, полностью, полностью во льду, все это стекает вниз Ну, в общем, выглядит пока вот так Вот таким образом пришлось снять крыло Кстати, хорошо, что пришлось снять крыло, потому что я обратил внимание, что винтики на крыле расслабились, раскрутились Я их поставлю на герметик, также буду на герметик ставить защиту Вот эту, видите, разболталась после последней покатушки болта он наш выкрутился Все это поставлю на герметик В общем, продолжаем сборку Продолжаем сборку, в принципе, здесь все достаточно так аккуратно все село Ну да, есть небольшая складка, но ничего страшного Здесь как бы вот так, ну это ладно Этот момент даже очень хорошо, мало ли, может там посмотреть, что-то, может быть, открыть Ну, чтобы теплый воздух выдувало Ну, а так все, в принципе, герметично Все герметично Крепление работает Все, конь Вон, и собираем Ну, все, хомутик поменял Вот так вот пришлось раскручить Вон, все пальцы в кровь Раскручить японский хомут, чтобы не снимать этот шланг Вот, видите Вон, вон, перетерло, как датчик Потому что уходит, упирается сюда Да, и вот такой вот нюанс Лучше сразу поменять, поставить такой червячный Червячный китайский хомут, чем вот такой японский Видать, от вибрации он вылазит Причем, когда только двигатель горячий На холодном, он сидит очень хорошо, плотно Вот за этих, кстати, я тоже переживаю Ну, ладно Да, конечно, стандартная шкурка, она очень скользкая И когда сравниваешь Я прокатился у ребят именно с рифленой Ну, зацеп очень хороший Не скатываешься, когда идешь непосредственно на подъем Заказал вот такую шкурку Сейчас буду ее устанавливать Вот она такая идет, рифленая Поехали Ну все, шкурка стоит Все четко, подошла Все классно И какие мелочи еще я сделал дополнительно На сноубайк Понятно защита двигателя И вообще, последняя покатушка Последняя покатушка показала все изъяны Я напрягался в плане Снег попадал где воздухан Я напрягался, чистил его Я напрягался, когда ты влетаешь в снег Двигатель резко охлаждал Я старался этого не делать Один раз увидел, что резкое понижение температуры Я не стал уже так делать Постоянно на это смотрел Обледенение с верхней стороны радиатора Где решетки стоят Воздухозаборные Вот такие пластиковые, черные Там полностью весь радиатор во льду Весь вентилятор во льду Прямо полностью Он даже не крутился Кнопка, которая была выведена сверху на руль Она, когда ты падаешь Набык заваливаешь Она, короче, включалась Вентилятор, вентилятор заклинивший Ну я несколько раз видел, что Ну так происходит Тоже Ну, короче, все изъяны Они вылезли И сейчас я вам покажу Что я сделал Уже полностью довел Я так думаю до совершенства Ну, конечно, покажет Следующая пактушка И поехали Сейчас я вам покажу Короче, убрал Здесь защита пластиковая стояла Одну, причем, я сломал Поставил вот такие носки На Алиэкспресс 1400 рублей пришли Вообще мгновенно Как будто их в Ижевске шьют Из неопрена Потом убрал вот эту защиту Решеточка, которая здесь стояла Ну тоже Ну, по одной простой причине Что на ней обледенение было Сейчас, конечно, нету никакой защиты То есть ВИЧка-палка влетит сюда Может быть, что-то помнет Но я буду смотреть Если, конечно, будет что-то загибать Что-то попадать То, конечно же, будет какая-то здесь защита Вот этот вот момент меня напрягает Потому что, ну, ты едешь ВИЧки-палки Ну, зацепляет И много у ребят Сломало вот этих вот лопухов Возможно, я ее вот так вот обрежу Но пока очень жалко Потому что это все-таки целый литой пластик Защита двигателя Это отдельное видео Также у меня стоял спереди щиток Вот здесь Зеленый Первая покатушка Влетаю в дерево Ломаю его вот так напополам Купил китайский за 500 рублей Старый щиток Идеально подошел сюда Прямо идеально он сюда подошел Еще есть возможность вот так отогнуть Туда залезть Не знаю, мало ли вдруг там что-то почистить Посмотреть, в каком состоянии воздухан Один кусок подошел сюда Второй кусок подошел вот сюда Вот Классно Закрывает Вырезал Все четко закрывает По крайней мере, сейчас в воздухан Прямого попадания снега на него нету Ну, то есть, это что касается доработок Конечно же, шкурка Шкурка Также сделал, в какой момент Перенес Рычаги управления Ну, мне так удобно Мне удобно работать одним-двумя пальцами Рычаг сцепления, он был здесь Приходилось выжимать Ну, короче, сделал, как мне удобно Как вот на эндуро Увел кнопку Переключения программ Вот сюда вниз Она у меня закрывается Вот это вот Для навигатора Крабом Вот она здесь Закрытая Защищенная Ну, и если что Навигатор сюда Сцепляется Кнопку перенес То есть, ее не с верхнего положения А увел сюда Кстати, возможно Наоборот, буду коленкой Или чем-нибудь Задевать ее Но это посмотрим Может, возможно Я вообще Уведу вот сюда Вниз Это включение Вентилятора Также подрегулировал Сцепление Опустил Чуть-чуть ниже Чтобы можно было Ездить в стойке Ну, и В принципе Все 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 мелочевки Которые сделал Еще я сделал Его чуть-чуть Пониже То есть, вот здесь Вот перо Опустил на Сантиметр Где-то сантиметр Полтора И здесь Опустил Саму Ну, саму Бусин Там есть возможность Регулировки Тоже на сантиметр Не знаю Правильно Это неправильно Никакой информации Нету Попробую Мне показалось Что у меня На тот момент Когда я ездил На слабай Жопа была Приподнята Как бы я ее Сейчас опустил Буду пробовать Тестить Как он будет Слетать Ощущения Для меня Были понятны Посмотрим Как будет Так Если что Не понравится Ключ на 22 Открутил И все Обратно вернул В другие Настройки Так что Все Теперь сноубайк Теперь надо Ждать снега Ждать Когда все Это уже Мы рванем Наконец-то В горы Потому что Всего мы ездили Один раз А на дворе Уже середина Февраля И я надеюсь Что мы поедем На кварку Надеюсь Что там Будет снег Надеюсь Что мы Соберемся А так Сноубайк готов Прямо Урчит Прямо В бой Прямо Не терпится В общем Такая мелочевка Такая мелочевка Которая Я считаю Она нужна И необходима Для Сноубайка Так что Друзья Давайте Пока-пока Увидимся Я так понимаю В горах Друзья Друзья